Именно в Кыргызстане организация «Союз людей с инвалидностью и равенством» активно поднимает вопросы дискриминации. И мы всегда подмечаем тот факт, что женщины с инвалидностью подвергаются двойной дискриминации. Прежде всего, как женщина, а точнее, тем фактом, что у тебя случились факторы инвалидности, ты теряешь этот статус, и вместе с этим ты дискриминируешься. Как женщина с инвалидностью? Как это отражается? Это многосторонний вопрос, потому что, с одной стороны, большой вопрос к нам ставят в той части, когда мы хотим заявлять о правах на создание семьи, или право на здоровье, или право на телесную целостность, безопасность, право на труд, право на образование. Именно поэтому, смотрите, с каждым годом мы все меньше и меньше наблюдаем, например, количество молодых людей, девушек с инвалидностью, молодых парней с инвалидностью, которые поступили в высшее учебное заведение. Почему? Потому что упускается вообще этот момент, когда в том возрасте, когда он еще ребенок, он должен идти, как все дети, получать образование. И, как вы уже слышали из истории, очень часто нашу судьбу решает отношение в семье к этому ребенку с инвалидностью. Отношения в семье складываются из того, на основе каких ценностей была построена семья. И поэтому судьба, как сложится, мы не можем знать. Но вместе с этим, пожалуйста, наблюдайте, только буквально чуть больше 1% детей идут в школу. Что будет с теми ребятами, кто не получил образование? Естественно, вопрос образования закрыт. И мы не можем дальше говорить о качественной работе, потому что у нас нет соответственного образования. Вместе с этим мы можем наблюдать, что если это будет, допустим, молодой человек с инвалидностью, возможно, он будет освобожден от бытовых обязанностей, что не касается женщин с инвалидностью. Потому что, с другой стороны, от женщин с инвалидностью ожидается приносить некоторую пользу семье. И поэтому это выражается в том, что девушки стараются помогать с быту, смотреть за детьми, за чужими, не за своими. Служить, в общем. И поэтому быть полезной, я это так называю, это попытка быть благодарной. И если в какой-то момент женщина осознает, конечно, она же вырвется, она постарается найти свой путь. Но за всё приходится бороться. Продолжение следует...